Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Состоялась свадьба Тата Абрамсон и Валера Блеменкранца. Подробности этой свадьбы мы увидим в эфире 3 мая. Это самые первые фотографии со свадьбы. Свидетелями стали Ваня Барзиков и Марина Африкантова. Впечатляет корона на голове Таты. По слухам, накануне свадьбы появилась проблема. Организаторы не желали видеть в периметре Ваню Барзикова. Барзиков попал в черный список за внезапный уход с проекта к Полыгаловой. Жених с невестой просили руководства снисхождения для Барзикова хотя бы на время. И организаторы сменили гнев на милость. У Таты был девичник перед свадьбой и он прошел очень скромно и в узком кругу. На острове любви у Леры Фрост и Захара Саленко налаживаются отношения. Им хорошо друг с другом. Дима Дмитренко и Ольга Рапунцель тоже счастливы на Сейшелах. Скоро к ним приедет и мама Ольги. Эрнест Птак не оставляет надежды построить отношения с Ольгой Бузовой. «Я понял для себя, что это моя принцесса, с которой я хочу строить свои отношения», пишет он. Саша Черно скучает на острове. Она поняла, что Иосиф Аганесян очень дорог ей. Она ждет его приезда. Аганесян летит на остров чуть больше, чем через неделю. И он надеется, что к его прилету Черно хоть немного похудеет. Вера Курочка тоже скучает без Петра Шепеля. «Мне дико грустно смотреть на парочки, потому что пока одна», пишет она. «Испытание расстоянием дает свои плоды». А на поляне в женской спальне остались только Марина Африкантова и Маша Кахно. «Уже какой день всех разобрали», пишет Африкантова. «Мы одни остались». В соцсетях ходят слухи, что Ваня и Лиза, которые покинули недавно Дом 2, собираются вернуться. Они хотят принять участие в свадебном марафоне. Как вы помните, недавно Антон Гусев сделал предложение Вики Романец. Девушка похвасталась дорогим кольцом, которое подарил ей Антон. В недавней трансляции в Перископе Илья Ебаров представил свою новую девушку. Кристине 21 год. Она шокировала пользователей Перископа предложением переспать с ним прямо на камеру. Ебаров не только не одернул свою девушку, но и с радостью согласился. Андрей Черкасов и недавно покинувшая проект Кристина Ослина проводят вместе время. «Волшебное место», пишет Кристина, «и мы вместе». Но несмотря на свидание с Кристиной, Андрей написал такой пост. «Единственный проект, где бы я очень хотел себя попробовать, это холостяк. Жду не дождусь, когда мне поступит такое предложение. У меня нет яхты и миллиардов, но есть квартира и машина. Как мужчина я тоже состоялся». Катя Гужвинская сделала ринопластику. Прежняя форма носа её не устраивала. Оля Ветер пожаловалась подписчикам, что её сын и она сама постоянно болеют. «Уже не знаю, что делать, куда его свозить, кому показать. Может, нас сглазили?» У бывшего участника Дома-2 Олега Майами прошёл первый сольный концерт в Москве. Судя по фотографиям, творчество Олега нравится многим. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Субтитры делал DimaTorzok